Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В августе после перенесенного инсульта ушел на пенсию серый кардинал туркменской политики Виктор Храмов. По информации осведомленного источника в МИДе страны, на его место назначен бывший пресс-секретарь главы государства Какагильды Чирыяр Дурдыев. Виктора Храмова можно назвать последним из магикан, ведь он был одним из трех влиятельных людей, которые находились в ближайшем окружении туркменских президентов с первых лет независимости. По информации источника, Храмов оставался на высоком посту, хотя не так давно перенес инсульт. В последнее время у него начались проблемы с ногами, он потерял возможность передвигаться без посторонней помощи. В начале августа 2023 года его наконец отправили на заслуженный отдых. Помощником президента вместо Виктора Храмова стал бывший пресс-секретарь главы государства Какагильды Чирыяр Дурдыев. Официальные СМИ сообщали, что он уволен в связи с переходом на другую работу. Уточняется, что пока Чирыяр Дурдыев находится в статусе исполняющего обязанности. Ранее в марте этого года стало известно о смерти Александра Жадана, другого серого кардинала туркменской политики. В последние годы своей жизни он работал управляющим Дворцом Конгрессов и Искусств Рухаед. А третий кардинал, Владимир Умнов, до сих пор трудится старшим оперуполномоченным в отделе кадров Министерства национальной безопасности. Таким образом, из всех трех в последние годы только Храмов оставался вблизи главы государства. О Храмове, Жадане и Умнове в Туркменистане ходят легенды. Их считают архитекторами внутренней и внешней политики страны, проводимой в годы самоизоляции Туркменистана. Утверждалось, что они якобы были кукловодами при всех туркменских президентах, начиная с Сапар Мурата Ниязова, а саму Троицу прислали из Москвы. Однако это не совсем так. Храмов родился в Чирджоу, ныне Туркменабад, учился в Ташкентском политехническом институте. После вуза он работал на Ашхабадской городской телефонной станции. Там в 80-х годах и познакомился с Ниязовым. Тот, еще будучи первым секретарем ЦАКОМ партии Туркмении, взял Храмова к себе в помощники. Жадан был уроженцем Красноводска, ныне Туркменбаши, а вуз окончил в Москве. О месте рождения Умнова не сообщалось, но он тоже сопровождал Ниязова с 80-х годов. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате, Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.